ДИАЛОГ Витаю вас на телеканале Март. Вы дивитесь программу ДИАЛОГ. Сегодня есть в нашей студии Миколаевский местный голова Александр Сенкевич. Александр Федорович, спасибо, что нашли время, тем более в преддверии праздников. Понимаю, что работ много, поэтому сразу к вопросам. Вопрос первый. Очень многих интересует. Предпоминальные дни прошли, дорога на кладбище в плохом, скажем так, состоянии. То есть я понимаю, что не один раз говорили, что будут ее делать и будут капитальны. Но тем не менее, почему не сделали передпоминальными днями, сделают ли вообще и какая там вообще ситуация? Ну давайте в общем вначале о дорогах в общем. Дороги у нас с приходом городского головы Сенкевича будут чинить исключительно в погодные условия, которые для этого это предполагают делать, и исключительно при температурных режимах, которые нормативно разрешают эти работы производить. Я не позволю укладывать асфальт в лужи. Я обратился уже через электронные СМИ с тем, что если люди будут видеть данные факты, то укладывание в лужу асфальта, эти работы будут переделываться полностью за счет того, кто эти работы производит. Кому сообщать? Сообщать нужно в Фейсбуке, в электронных СМИ. Если такие моменты видят люди, у которых нет возможности доступа к интернету, они могут звонить по номеру 1588 и докладывать эту информацию. Более того, недавно я провел встречу, на этой неделе провел встречу со всеми компаниями, которые производят асфальт на территории города и работают по вопросам укладки, которые участвовали или планируют участвовать в этом году в тендерах на работы. Показывал им фотографии, где новые работы, новозделанные улицы, сделаны без уклона и вода стоит. Показывал им фотографии о том, как некачественные иногда у нас делаются съезды и так далее и тому подобное. И сказал, что вот эти вещи будут переделываться за счет исполнителя работ. Более того, важно очень понимать, многие возмущаются по поводу этих разрытий и так далее. Опять же, эти разрытия и эти заборчики, которые стоят вокруг этих разрытий, будут стоять тогда, когда работы невозможно. Сегодня Водоканал и другие коммунальные службы, которые проводили свои разрытия, заключили договора, уже делают не сами, знаете, сапоговый ремонт, когда раньше они приезжали, закупали асфальт и сапогами его притаптывали, и оставались такие лепехи. Сейчас они работают с сертифицированными компаниями, которые занимаются этим профессионально, которые занимаются, ну скажем так, укладыванием грунта, которые занимаются укладыванием асфальта, и асфальт должен быть заподлицо без этих лепех. На сегодняшний день, ну, как бы это процесс, который нужно ежегодно улучшать и улучшать. То, что касается дороги на кладбище и то, что касается того, что мы с ними сделали до праздников. Если вы помните, до праздников у нас были очень дождливые погоды, ну, точнее, до поминальных дней. Да, и, собственно, на сами поминальные дни. И на сами поминальные дни температура понизилась, и дождливая погода была, поэтому укладывать в это время и ремонтировать дороги мы не могли, потому что, ну, я запрещаю это делать. Поэтому была взята отфрезеровка из дорог, которая, ну, которая снимается при ремонте дорог, и засыпаны ямы, ямы в основном были засыпаны вот этой отфрезеровкой. Почему же этого не было сделано ямочного ремонта? Объясню вам. Дело в том, что есть бюджетный процесс. И бюджетный процесс говорит о том, что в рамках одного бюджетного года на один и тот же объект невозможно потратить два раза деньги. То есть, фактически, если мы взяли дорогу и сделали на ней ямочный ремонт, мы не можем в этом году эту дорогу отремонтировать капитально. Потому что... Что, собственно, каждый год, я так понимаю, происходило с дорогой на кладбище. Именно. Знаете, вот эти вот... Мне очень часто говорят о том, что я могу там... Что у меня там рейтинг может потеряться и так далее. Я думаю, что у меня рейтинг намного больше потеряется, если в этом году мы уложим вот этот вот ямочный ремонт, сделаем сапоговый, а в следующем году опять появятся ямы, чем я перетерплю, все поругаются на меня там, там, что же меня и проклинали, там, говорят, никогда такого не было. Не было, но будет лучше. В этом году мы полностью эти дороги снимем и сделаем там капитальный ремонт, чтобы ежегодно не тратить миллионы гривен на вот этот ямочный глупый ремонт. Будем ремонтировать. Я обращался к жителям, просил потерпеть эти неудобства. Ну, зато будет нормально в дальнейшем. То есть, сделаем нормально капитально дорогу и можно будет там ездить и каждый год не вспоминать незлым тихим словом городского голову. У нас в этом году на дороге выделено меньше денег, но я думаю, что мы перераспределим, чем в прошлом. Но мы продолжаем работу как в центре города, так и в отдаленных частях. А почему денег меньше в этом году? Ну, потому что в прошлом году мы чуть больше выделили, в этом году мы выделяем больше на соцсферу, там, на, уже есть, надо закрыть вопросы, там, текущих десятилетиями крыш, там и так далее. То есть, думаю, что мы поработаем с депутатами при перераспределении бюджета и, если появится еще дополнительный ресурс, постараемся его использовать на дороге. Вы говорили о том, что если подрядчик сделал некачественно, он будет переделывать. Есть уже такие примеры, которые вот по прошлому году, по днему ремонту, что кто-то... Или все в прошлом году... Мы зафиксировали некоторые объекты, которые в этом году также будут, ну, которые будут переделаться. То есть, это лунки и лунки по проспекту Октябрьскому, Багявлинскому, которые будут, которые мы заметили. И там непосредственно перед мостом на Кульбакинском там укладывали уже в плохую погоду. И на улице Лазурной там у нас начали работу, и кое-что будет отфрезеровано, что не положено было по ГОСТу. И заново будет укладываться асфальт. Это за деньги подрядчика? За деньги подрядчика, конечно. То есть, это работы, которые проводились не в нормативные, ну, скажем так, температурные режимы и были остановлены. Кроме того, хочу напомнить, что у нас есть еще ряд разрытий дворов в центральном районе. Это по Архитектора Старова, это по ПГСу, это некоторые в районе Третьей Слободской дворы, которые были раскопаны и недоделаны. Почему они были остановлены? Почему все, люди говорят, все бросили и ушли. Опять же, ничего не бросали, люди просто собрали технику и увезли ее, потому что я запретил делать работы в снег, в лужу и так далее. Вопрос в том, что если дорога отфрезерована, отбитумизирована и пошел небольшой дождик, да, там, то при этих условиях, это я хочу объяснить жителям, еще можно работать. Ну, то есть, если влажный асфальт, его еще можно, там кладутся в асфальт новые присадки, которые позволяют это делать. Но в лужу укладывать нельзя. То есть, если отфрезеровали и начался дождь, то еще можно. Но когда там появляются лужи, все, как бы работы должны прекратиться и должны уехать с этим асфальтом обратно на завод. Александр Федорович, о дорогах поговорили, теперь о том, что по ним будет ездить. Сессия городского совета одобрила, ты понимаешь, пока это декларация, да, одобрила работу с Европейским банком реконструкции и развития, одобрила работу по кредиту на коммунальный транспорт, насколько я понимаю. Да. Что это подробнее, что это будет и когда это будет? Ну, этот проект, которым мы уже пытаемся работать уже целый год, пытаемся работать с ЕБРР, ЕБРР видит, что у нас на сегодняшний день нету, то есть я с ними провел уже раз встречу, они говорят, ну мы бы готовы уже начинать работать с вами, но мы не видим, что у вас там в депутатском корпусе есть согласие. О том, что вот у вас есть там какая-то часть группы депутатов одного мнения, какая-то часть группы другого, у вас, как у городского головы, третьи, и как бы вот мы понимаем, что городской голова хочет обновить транспорт за счет ЕБРР, да, то есть купить новые автобусы, троллейбусы. На троллейбусы и трамваи это хорошо, мы их тоже будем обновлять, но вопрос в том, что у нас есть отдаленные участки, это Матвеевка, Крениха, Терновка, Горбельный район, Кульбакина, Широкая Балка, то есть в эти районы трамвая, троллейбуса нету, и понятно, что нам нужно покупать пока что транспорт на сжигаемом топливе, и поэтому автобусы нам нужны как большие, так и поменьше, чтобы мы могли привозить наши социально незащищенные слои населения. Это будет коммунальный транспорт? Это будет обязательно коммунальный транспорт. Потому что я так понимаю, что по перевозчикам у нас есть шансы, что в ближайшем возрасте они захотят поднять, то есть они уже собственно проголосовали о том, что пора поднимать тариф? Ну действительно ко мне обращались перевозчики с тем, что они хотят поднять, и там даже провели свой расчет, который показывает на 8 гривен поднятие проезда. Ну то есть соответственно хотят они 5-6 на самом деле, но просят 8. У нас есть отдел цен, который проводит мониторинг, который проводит расчет, у него есть формула, это, во-первых, Николаев не единственный город, в котором есть маршрутки, и мы можем сравнить с соседними городами и все это почитать. Ну пока этот вопрос, скажем так, у меня сейчас, ко мне они не обращались, они провели сейчас свою пресс-конференцию, я думаю, что сейчас они там собрали рабочую группу и будут обращаться в город с полком. Просто мы помним те примеры, как они, собственно, это дело делают, то есть они могут один прекрасный день обновить забастовку и просто не выйти на маршруты. Именно поэтому я считаю, что городу нужен коммунальный транспорт. Когда мне говорят, что коммунальный транспорт для города невыгодно, я отвечаю, что ни в одной стране мира коммунальный транспорт не является выгодным. Это социальная составляющая, которая должна обеспечивать власть. Власть должна обеспечивать возможность жителям перемещаться по городу и льготникам делать это на льготных условиях. Делать это комфортно, а не унижаться и просить, можно ли вместо маршрутки. Я тебе говорю, нет, уже занято, все, до свидания, стой, умирай на остановке. Поэтому моя позиция, что мы должны купить этот транспорт. Сейчас мы разрабатываем программу развития транспорта. Более того, сейчас в новом перераспределении бюджета я хочу забить деньги для того, чтобы мы могли провести тендер и определить победителя. И нам разработали транспортную модель и транспортную стратегию. Потому что того транспорта, который мы закупим, даже если закупим его в рамках ЕБРР, не хватит для того, чтобы покрыть все. Но мы должны понимать, ответить себе на вопрос, сколько нам нужно транспорта. Какого, каких автобусов, какого размера и так далее. Для этого нужно измерить пассажиропоток, для этого нужно построить транспортную модель. Этим будем заниматься, надеясь, что новый руководитель управления транспорта, конкурс на которого сейчас объявлен. Пользуясь возможностью, приглашаю всех, участвуйте в конкурсе на руководителя данного управления. И становитесь, и помогайте нам улучшать транспортную инфраструктуру. Желающие есть уже? По-моему, два человека уже подали документы. Хочу еще сказать, что ЕБРР, это Европейский банк реконструкции и развития, которые, опять же, мы встречались, и уже год обговариваем, и они все это время переживали и говорят, ну, у вас не найдется. То есть вы хорошо, но вот вы городской голова заинтересованный. Но голосует данный вопрос городской совет. Мы встретились с комиссией бюджетной, и я объяснил, что данный проект, решение, о котором мы голосуем, это мы не утверждаем сам кредит. Мы утверждаем свои намерения, потому что они делают это впервые, ЕБРР, для того, чтобы не тратить время зря. Они говорят, покажите нам знак, что вы готовы работать. И консолидировано депутаты все, я очень благодарен всему депутатскому корпусу, что личные или какие-то политические интересы все отодвинули на задний план, и все единогласно проголосовали о том, что данный проект нужно запускать, данный проект нужно ввести в работу, и может быть, я очень надеюсь, к концу года, может быть, в начале следующего года у нас уже появится новый транспорт. Еще один вопрос сессионный, который вынесли на сессию депутаты, вернее, не депутаты выносили, по-моему, вы выносили, по достройке стадионов в парке Победа. То есть на данный момент он в ведении Министерства образования, как я понимаю, но есть шансы, что его достроят и дадут городу. Что вообще происходит, как бы, опять же, откуда деньги, и зачем он нужен городу? Коротко, это стадион, который начали строить еще в начале 2000, там, 2000-х? В 19-х, по-моему, его даже уже пытались досрочно сдать. Да, ну, на самом деле, стадион такая вещь, которая, знаете, приезжает какой-то высокопоставленный чиновник, и нужно что-нибудь красивое открыть к его приезду, и вот что вот это может быть хорошо, потому что, как бы, появляются какие-то новые объекты. Это даже хорошо. Но и когда этот объект недостроенный открывают, причем несколько раз, там приезжал министр расцвета Табачник, там его открывал, хотя мы все видим, стадион не сдан в эксплуатацию. До сих пор. До сих пор. Вот. Ну, я считаю, что, как бы, строить новые объекты – это хорошо. Но еще важно достроить то, что у нас начато, достроить наши разваленные объекты, которые десятилетиями не были, не достраивались. То есть мы посоветовались с областной государственной администрацией, и они попросили нас выделить деньги из городского бюджета с учетом передачи этого объекта потом нам в коммунальную собственность, потому что он сейчас находится в государственной собственности, и по большому счету мы из городских денег не можем туда укладывать деньги. Там большая задолженность оставалась государственного бюджета перед областным УКСом, а областного УКСа перед, собственно, человеком, который это делал, компанией, которая занималась постройкой. Поэтому мы передали субвенцию, то есть платеж мы передали на область, область закончит эту постройку, и по условиям решения передаст нам этот объект на баланс города. То есть у нас будет стадион, у нас будет площадка, и я очень надеюсь, что рядом с этой площадкой, где у нас сосной стадион, мы еще сможем построить бейсбольную площадку, о которой уже очень долго говорится, но никак не доходили руки. То есть у нас появится место, и надеюсь, что мы выделим в следующем году деньги на то, чтобы построить там эту бейсбольную площадку. То есть у нас получится такой спортивный городок, как это задумывалось с самого начала. Плюс мы сейчас наводим порядок в Парке Победы, плюс мы его планируем реконструировать, и это будет такая рекреационная зона, спортивная, такая развлекательная, с пляжем, ну и так далее. То есть, в принципе, у меня очень большие планы на вот этот кусочек города, который должен стать просто местом, куда люди будут приезжать отдыхать. То есть сделать тебе все-таки рекреационную зону, спортивную рекреационную зону, и перетащить людей, грубо говоря, не только же по советской, в конце концов, гулять. Именно, по соборной. По соборной, прошу прощения. Еще один вопрос, сессионный, который меня, честно говоря, очень сильно интересовал, потому что я так и не понял, зачем на него столько времени потратили. Положение по работе управления коммунальной собственностью. Больше двух часов потратили на его обсуждение. Вот, в итоге, причем, насколько я помню, юридил сразу сказал, что то положение, которое выносится на рассмотрение сессии, противоречит действующему законодательству. Так что, мастерскому голову придется наложить на него вето. Так вот, вопрос первый, наложили ли вы вето на него, и вопрос второй, а зачем, собственно, это все? И что это вообще такое было? Да, давайте, я думаю, что, ну, вот я всегда говорю, мне спрашивают, кто у вас избиратель, я говорю о том, что это думающий человек. Я думаю, думающим людям хочется разобраться, что это вообще за положение такое. Да, все исполнительные органы, вот как я, городской голова, есть там департамент юридический, там департамент архитектуры, там еще какие-то, все эти департаменты и управления работают по положениям, то есть это фактически список полномочий, которые они могут делать. То есть имеешь право делать это, это, если делаешь это, это, должен делать инструкция по ведению этого дела, то есть если ты управляешь коммунальной собственностью, ты должен делать вот это, это, это. То есть собирать, опубликовать, высылать на комиссию. Комиссия тебе говорит, разрешает или не разрешает ее сдавать в аренду, и так далее, и тому подобное. То есть, должностная инструкция. Должностная инструкция, вплоть до того, что должностная инструкция каждого из работников. То есть было разработано положение, которое было принято. Депутатам из комиссии, которая занимается коммунальной собственностью, не понравилось то положение, которое вынес руководитель. Но оно есть уже. Насколько я помню, в феврале этого года положение уже одно проголосовали и по нему управление работает. Более того, по тому, которое проголосовали, оно никак не отличалось практически от того, что было. То есть фактически там не убрали ничего такого, что могло повлиять на управление от того, что работали предыдущие 30 лет. Но депутаты пожелали из комиссии по управлению коммунальным ином, мне безызвестные депутаты Копейко, Солтис, пожелали, чтобы они депутатской комиссии могли принимать решение об отчуждении, о разрешении сдачи в аренду коммунальной собственности, передачи в приватизацию и так далее. Я сказал, что это невозможно по одной простой причине, потому что все равно ответственность лежит потом на руководителе управления коммунального имущества, коммунальной собственности. И по большому счету, даже если депутаты сказали, все, сдавай в аренду, и это не законно, допустим, или как-то с нарушениями закона, то пострадает за это начальник управления, а депутаты будут, как говорится, взятки гладкие. Поэтому то положение, которое предложили депутаты, оно было заведомо неправильным. Более того, на сессии городского совета представитель директора юридического департамента Наталья Васильевна Кирланд сказала, что это не законно, противоречит закону местном самоуправлении статья такая-то, противоречит тому-то, тому-то. По пунктам, по минимуму 3 или 4 пункта противоречит, если чем законодательство. Более того, Татьяна Викторовна Казакова направила по этому вопросу от аппарата совета запрос в депутатскую, в Верховную Раду, в юстицию, о том, чтобы дали свои комментарии. Те также указали, что это не предусмотрено законодательством, чтобы депутаты принимали на себя, ну скажем так, полномочия исполнительных органов, то есть городского исполкома. И это невозможно. Я сказал об этом, ребята, вы внимательно слушали? Слушали. Значит, прошу вас проголосовать согласно этого. Все, и вопрос проходит. Ну, для меня это был шок. Как может незаконное, то есть, есть решение, которое не все понимали о том, что оно незаконное, или о том, что оно может повести незаконные последствия. А здесь конкретно говорят, ребята, это решение будет незаконно. В офессионном зале, да. Озвучил юридический отдел, да, полностью. И процитировали ответы из Верховной Рады. Но все голосуют за. Конечно же, я не позволю такому происходить. Я этот вопрос ветировал. То есть, на следующий день, и выношу на следующую сессию, там, в течение 20 дней, я вынесу как раз предложение. Ну, там, внесем какие изменения, какие хотели депутаты, которые позволены законом. И вот это отредактированное положение вынесем еще раз в сессионный зал. Вернемся к вопросам бюджетным. Перераспределены средства. Исполком, плановый в пятницу, принял решение перераспределить средства, снять их с достройки кольцевой троллейбусной на Намыве и перераспределить их на дренажную систему, дренажных корректоров в Терновку. Вопрос первый. Все, что будет с троллейбусом, потому что люди услышали снять средства, значит, все троллейбуса не будет. И во второй, второй Терновку когда-то пить перестанет? Ну, вопрос первый. Значит, троллейбус запланирован, постройка, то есть, начало запланировано в этом году, более того, в пятницу, вот там, 28 апреля, мы объявили тендер на то, чтобы начинать эту постройку троллейбусной линии в микрорайоне Намыв по улице Лазурной, по Обездной, то есть, там, вот, по берегу, будем так говорить. Значит, это первая троллейбусная линия, которая строится у нас, так вот, конкретно, значит, с нуля на полсоветском пространстве, и мы хотим сейчас на ней попробовать, посмотреть и дальше потом понимать, как мы можем это делать, ну, в отдаленные районы. То есть, троллейбус будет? Троллейбус должен быть. Значит, объясню, почему было пришло перераспределение. Ежегодно мы разрабатываем некоторые проекты и продаем их для участия в ДФРР. Это Державный фонд регионального разведка. Значит, в чем идея? Идея в том, что государство, смотря как развиваются районы, области, на каждую область выделяет из государственного бюджета, так называемый ДФРР, какие-то суммы денег. В рамках этой области районы, там, села, города подают свои проекты, которые бы они хотели, чтобы поучаствовали в этом проекте. Там выделяется, там, несколько миллионов, там, десятки миллионов, в которых участвуют. То есть, и область распределяет, там, в села, в города и так далее. В этом году наш областной центр нам предложили, из тех выбранных, поданных нами проектов, предложили поучаствовать в проектах ликвидации последствий подтопления микрорайона Терновки. Нам выделили, то есть, ДФРР работает таким образом, 90% дает государство, 10% дает местный бюджет. Ну, так как денег было не так много, нам предложили, мы даем 40% в ДФРР, вы даете из местного бюджета 60%. Конечно же, я считаю и уверен, что меня поддержат депутаты, в том, что, ну, как бы, когда мы можем получить из государственного бюджета хоть что-то, надо этим пользоваться. Дело в том, что местный бюджет, неиспользованные средства остаются нам. А государственный не использовал, они ушли, улетели обратно туда. То есть, в любом случае, когда получаем хоть копейку из государственного бюджета, нужно думать, куда их использовать. Поэтому временно с троллейбусной линии мы взяли часть денег, не все, а часть денег мы переложили на Терновку. Просто очень важно это срочно сделать, было потому, что ДФРР нужно подтверждение, что мы выделили деньги. И вот мы на исполкоме в пятницу приняли решение, что деньги выделяем. То есть, свои 60%? Свои 60% мы показали, что мы уже забронировали. Они дают свои 40%, мы начинаем проект, а сейчас перераспределение, в конце мая, в начале июня будет перераспределение денег местного бюджета. И мы добавим те деньги, которые взяли на Терновку, вернем туда на троллейбусную линию. Все очень просто. Какие-то сроки по Терновке можно сейчас сказать? Я понимаю, что это сложно, как бы не только от города зависеть. Сейчас это сложно, потому что проект мы подавали в старых ценах. Проект нужно будет, если нам утвердят эту сумму, нужно будет быстро откорректировать. Нужно будет, я думаю, пройти экспертизу, объявить тендер. Но я думаю, что месяца через 2-3, наверное, через 3, скорее всего, это все дело пойдет. Но я думаю, быстрее может быть даже. Ну что ж, будем следить. Будем надеяться, что Терновку топить не будет. По крайней мере, если не в этом, то в ближайшем будущем. Будем стараться, да. Слушай, большое спасибо, Александр Федорович, что нашли время прийти к нам в студию. Ждем вас. Спасибо. Еще раз, о нашим гадачам. Я нагадываю. Еще в гостях у нас был Маколаевский, Миски и Голова, Александр Сенкевич. До свидания. Для нормального росту та розвитку орхидей важливу роль відіграє правильно підібране освітлення. Ці квіти потребують багаторосіяного світла. Та ни в якому разі не треба допускати попадання прямих сонячних променів. В принципе, орхидеи можно спокойно поставить и на балкон, и на подоконнике. Они любят комбинированный свет. Можно поставить, ну, просто, если солнечная сторона, или там полусолнечная. Вот полусолнечная – это оптимальный вариант. Майже все орхидеи добре почуваются в амплитуде температур в день 18-27 градусов тепла, в ночи 13-24 градусов. Температура дома, в принципе, говорят о том, что 15-25 градусов, ну, орхидеи любят тепло. Орхидея болеет, если там ниже 15 градусов, даже если ниже 18 градусов с плюсом, она может заболеть. Поэтому, как бы, ею оптимальная температура, как для деток, на вооруженных 23-24-25 градусов в комнате. Если это лето, естественно, жарче температура и больше температура дома. Для того, чтобы орхидея себя чувствовала комфортно, ее нужно каждый день обрезгивать. Полив – один з важливих факторів успішного росту та цветіння орхидей. Ці квіти бажано поливати м'якою водою – дощовою, талою або кип'ячемою. Температура води повинна бути на 2-3 градуси вищі температури навколишнього середовища. Влітку орхидею треба поливати 2-3 рази на тиждень, коли пересихає верхній шар субстрату. Взимку – 1-2 рази на тиждень. Орхидею, посаджену у горщик, поливають зверху, а в блоках чи кошках занурюють у воду на 3-5 хвилин. Але треба дати стекти надлишку води та не допускати її застоювання. Підживлювати орхидею треба лише в період росту, не частіше, ніж 1 раз на 2-3 тижні спеціальними добривами. Орхидеї квітнуть в залежності від виду та кількості квіткових броньок від 2 до 8 місяців. В цей час потрібно поливати їх частіше. Після того, як орхидеї відцвітуть, треба зібрати сухі бутони та почати підживлення. Цвітонос можна відрізати повеністю біля основи або частково верхівку там, де були квіти. Що стосується обрізання листя, то тут все залежить від того, яка мета у власниці квітки. Якщо вона хоче, щоб орхидея не становилась кожним роком все більше, пускала все більше стріл, то для цього не потрібно не обрізати листя, не якось там уміншати в об'ємі цвіток. Просто тоді необхідно пересажувати більші горшки, тому що корнева система росте, ростуть стріли і орхидеї необхідно більше міста. Соответственно, більше горшочок, більше землі пересадили, тогда получится, можливо, там даже раз в два года придется пересажувати. Якщо ж цель другая, якщо цель розмножати цвіток, то це не обязательно, це необхідно подчеркиваю. Можна обрізати листики, обрізати веточки. Я, как правило, когда растение цвіло, я обрізала, появляются сухие веточки. Я обрізаю только сухие, потому что даже такие полуподвяленые, которые кажется, что вот-вот пропадут, они иногда восстанавливаются, и как раз именно они, вот эти обрязанные, дают новую стрелку. Розмножение орхидеи может быть в несколько способов. Деланием великих рослин, вичными пагонами, верхними черенками, псевдобульбами, дитками и насиньями. Пересаджувати орхидеи лучше после завершения цветения. Через неправильный догляд рослина может захвориться. Вьяло листя может быть через повреждение кореневого системы, або недотримание температурного режима. Трещины вздовж листя появляются через резкий перепад температур после полива, або механические повреждения. Шишки, нарости, дырки, черные плями могут быть через опеки прямым солнечным проминем. Заболевание – это когда, во-первых, можно посмотреть на корневую систему, то есть достать из горшочка, и если ты видишь, что корни или вялые уже, или уже не зеленые, или уже разваливаются, или гниют, но это видно по цвету, они становятся такие песочно-коричневые, или появился запах, но это свидетельствует о том, что орхидеи плохо, что она болеет, и что ей слишком-слишком влажно. Когда начинают чернить листики, начинают подсыхать, не просто подсыхать по времени, отцвел цветочек и все, а вот начинают отпадать листья, или гнить, или становиться коричневыми, и, в принципе, подсыхает вокруг вся корневая система, это говорит, что орхидея очень плохо, его надо в экстренном вообще, экстренно пересаживать, в новый сухой грунт, потому что по-другому растение спасти крайне сложно не поливать, слить всю воду, и как бы, ну, уделить ей особое внимание, потому что, ну, погубить этот цветок очень просто, потому что, ну, супер влажно, это тоже нехорошо. Кроме того, орхидея может быть вражена шкідниками. Если у вас завелись в комнате такие маленькие, насековые, летающие, ну, вот как мошки, да, это говорит о том, что у вас слишком влажный грунт, и вот этой водичке, возможно, там уже образовалась какая-то там зелень, какие-то осадки, для этого нужно срочным образом помыть горшок, просушить, ну, чтобы просохла вот эта почва, но если вы видите, что это не помогает, что мошки есть и что растение начало болеть, ну, тогда, как экстренная мера, нужно пересадить его в сухой грунт. Орхидея – это символ кохання та відродження. Ці квіти, зазвичай, дарують коханим. Орхидеи задовольняють найвибагливіший смак, адже иснує безліч їх видів, тож завжди можна обрати особливу квітку для себе та своїх близьких. Миколаївська астрономічна обсерваторія заснована у 1821 році. Вона знаходиться в центрі міста на висоті 52 метри над рівнем моря. Це найвища точка міста. Це факт.